Вести Карачаева, Черкесия В этой столице ревакцинацию от COVID-19 прошли более 9 тысяч человек. Выпускники 11 классов Карачаева, Черкесия, получили результаты первых экзаменов основного периода ЕГЭ. И 23 медали завоевали наши спортсмены по итогам второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Далее подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Свою продукцию в 13-м выпуске Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности B2GES представили 10 производителей из Карачаева-Чикеси. Это мероприятие позволяет концентрированно получать именно ту целевую аудиторию, которая нужна нашим предприятиям, рассказал директор центра Артур Изау. По его словам, после каждой выставки наши предприятия заключают договоры на производство и поставку своей продукции. По отзывам экспонентов, база их клиентов увеличилась на 50-70% после участия в бизнес-платформе B2GES. В текущем году выставка собрала рекордное количество участников 166 компаний из России, Армении, Турции, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Египта, Италии, Индии и Малайзии. В частности, это швейные, трикотажные и обувные предприятия. В год своего столетия Карачаево-Черкесия продолжает преобразовываться. Так, в Адгихабльском районе подходит к концу благоустройство парка Ваули-Вакужили общей площадью около трех гектаров. Уже уложены тротуарная плитка и резиновое покрытие, установлена игровая площадка. Осталось установить скамейки, сделать монтаж уличного освещения. Кроме того, в течение месяца будет отремонтирован памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Всего в юбилейном для Карачаево-Черкесии 2022 году будет благоустроено 50 дворовых территорий и 13 общественных. Облик наших городов, сел и аулов, несомненно, сказывается на нас самих. Жить, работать и воспитывать детей всегда приятно там, где чувствуется забота, уют и стремление созидать. Ну и, конечно, желание самих жителей сохранять чистоту и порядок там, где они живут, написал в своем телеграм-канале руководитель региона. В республике продолжается вакцинация и реавакцинация жителей региона от новой коронавирусной инфекции. В Черкесске привито 39 906 человек, или около 52% от числа горожан, подлежащих вакцинации. Более 14 тысяч вакцинированных граждан – люди старше 60 лет. Ревакцинацию прошли более 9 тысяч человек. Вместе с тем в республиканской столице продолжается углубленная диспансеризация населения, переболевшего ковидом. По-прежнему в республиканском центре продолжают работу прививочные кабинеты. Сделать вакцинацию можно в Черкесской городской поликлинике и лечебно-реабилитационном центре. Для граждан доступны все отечные вакцины. В селе Джага Малакарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берега укрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности сообщил глава администрации села Рамазан Кубанов. Обратились к главе Карачаева Черкесской республики Рашиду Борисповичу Тимрезову, который нас однозначно поддержал в этом вопросе. Мы очень благодарны ему. И после этого у нас работы пошли. Было сделано огромное количество работ по проектно-смертной документации. Но знающие люди понимают, это ни одного дня, ни одного месяца работы. В эти дни в Карачаево-Черкесе проходит межведомственная комплексно-оперативно-профилактическая операция МАК-2022. О ее нюансах начальник отделения информации и общественных связей МВД республики Евгения Узденова. Первый этап мероприятия на территории республики стартовал с 13 июня и продлится он до 22 июня. Основной целью антинаркотической операции является выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных пассивов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресчению каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения. В рамках проводимой операции полицейские и их коллеги из других правоохранительных структур региона осуществляют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проводят мероприятия, направленные на задержание привлечения к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ. Принимаются и меры профилактического характера. Полицейские напоминают гражданам о том, что за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе культивирование запрещенных растений, предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. Сотрудники МВД по Карачаевой Черкесской Республике призывают жителей региона проявить гражданскую активность и сообщить о ставших известными фактах распространения и употребления наркотических средств, а также культивирования наркосодержащих растений и очагах их дикого произрастания по номерам. 8-878-2-26-58-80-29-24-05 или в любое подразделение органов внутренних дел по номеру 02 с мобильного 102. Археологи Российской Академии Наук начали раскопки в окрестностях аула Псыж. В настоящее время они исследуют содержимое одного из погребальных курганов, давно известных в этой местности. Информацию комментирует археолог Центра археологических и этнографических исследований Карачаевского университета имени Умара Алиева Вера Меньшикова. Наша работа находится на начальном этапе исследований, поэтому сказать о том, какие конкретно будут находки, какая будет датировка памятника, мы сейчас не можем. Скорее всего, перед нами будет родовое кладбище, то есть здесь похоронены близкие родственники. В целом на территории Карачаева-Черкесии несколько таких могильников, ранее нами тоже были уже изучены подобные памятники. Выпускники 11 классов Карачаева-Черкесии получили результаты первых экзаменов в основном периоде ЕГЭ-2022. Напомним, первые экзамены прошли 26 мая. В этот день участники ЕГЭ написали экзамены по химии, литературе и географии. Сейчас объявлены их результаты. Так, ЕГЭ по литературе сдавали в Республике 58 выпускников. Всего 5 участников экзамена показали высокий результат от 80 баллов и выше. Средний балл по предмету среди выпускников Республики составил 48 баллов. ЕГЭ по химии 26 мая в Республике сдавали 509 человек. 37 участников показали результаты в диапазоне выше 80 баллов. Средний балл по предмету среди выпускников составил 37. Отрадно отметить, что среди участников экзамена по химии есть и 100-бальник. Географию сдавали 29 человек. К сожалению, результат выше 80 баллов ни один из участников экзамена не показал. Средний балл по предмету по Республике 41. Порядка половины жителей Республики занимаются физической культурой и спортом. Их число растет с каждым годом. Так, численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2022 году составляла более 202 тысяч человек, а в прошлом году более 224 тысяч. В текущем году также намечена положительная тенденция. И уже к концу этого года ожидается увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом до 232 тысяч человек. А вот 10 лет назад количество занимающихся спортом составляло 68 тысяч. Ну и в завершении выпуска новости спорта. 23 медали в копилке сборной Карачаева-Чикеси по итогам завершившегося второго этапа 11-летней спартакиады учащихся России. Наша команда завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых медалей. Призерами стали Антон Баськов, Эдуард Горбузов, Снежана Сухина, Виталий Третьяков, Вероника Гавриленко, Милена Кульченко, Валерия Мысина, Егор Абазинцев, Ростислав Пудаков и другие. Спортсмены из Карачаев-Чикеси Дамир Гумжачев представят сборную команду России на открытой спартакиаде школьников Белоруссии по боксу среди юношей 2008-2009 годов рождения. Всего в состязаниях примут участие 126 спортсменов. Дамир выступает в весовой категории до 66 килограммов и является бронзовым призером юношеского первенства России по боксу текущего года. Радио России. Карачаево-Чикесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Чикесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь и гроза в сочетании с градами шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17, а в республиканской столице кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Солбик термометра поднимется до 24 градусов выше нуля. И штормовое предупреждение. В течение суток, 16 июня, местами по Карачаево-Чикесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сходы селий малого объема. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!